всем привет народ в харькове опять воют сирены опять все гремит и так каждый день я в общем то что вам хочу сказать по отправлял я все свои посылки что-то родителям что-то на новое место какие-то продались вещи вот принципе остался только на производстве здесь станок стоять и на офисе остались полочки мои рабочие со столиками их так никто и не купил ну что ж ничего останутся пока здесь я буду ехать дальше сейчас вот еще в харькове через два дня поеду балту балту где уже жил как-то до брата буду там жить гостить и работать что самое важное партия которую еще до войны порезали там чуть-чуть было не дорезано алюминия ребята дорезали мне вот я погнул и отдал на покраску как только покрасят то мне вышли скорее всего бал туда я отправил все необходимое чтобы пособирать корпуса и буду там что-то на продажу какие-то заказы даже есть которые вы заказывали вот что-то там будем решать отправлять ну по украине вообще легко все будет отправлено даже не переживайте другие страны будем смотреть по обстоятельствам что там у нас но вроде как вот я недавно в сша отправлял так что и сша я думаю тоже будет не проблема отправить но будем смотреть короче такие вот новости друзья через пару дней уже на поезд и поеду кстати прямой поезд не как прошлый раз прошлый раз я ехал харьков одесса а потом с одессы маршруточка еще пилил было очень неудобно сейчас у нас прямой поезд у нас вообще прямой поезд нашел который прям с харькова в балке меня высадит большая остановочка и все буду на месте так ну что друзья вот я и добрался до своего места назначения я теперь буду как-то обустраиваться и как-то буду пока здесь находиться жить вот это опять таки балта одесская область пока здесь и да брат еще пока не продал машину поэтому пока мы еще даже с колесами вот попробую сегодня поедем снять какой-то офис небольшой может где-то в центре чтоб недалеко было от почты но мне нужна и новая почта и укрпочта чтобы можно было отправить посылочки удобно хотя пока как я уже сказал машина пока есть можно было по отвезти куда-то но но даже тот дом где мы живем там тоже будет не очень удобно все это делать обустраивать какую-то мастерскую лучше что-то снять какое-то помещение тем более что за хату не мы живем пока аренду не нужно платить поэтому но только там какой-то мелкий ремонтик этом делаем вот поэтому такие вот новости уже на днях ну наверное когда вы смотрите уже на сайт работает да я его не оплачивал не оплачивал и его пока отключили вот придется все-таки оплатить потому что без сайта никак можно конечно было как-то попробовать через telegram продавать но это будет не очень удобно вам так я понимаю что вам это очень удобно зайти посмотреть почитать галерея фоточки видео о корпусах и как-то составить свое мнение о том какой компьютер в этом хотите вот пока еще я не писал насчет ризер шлейфов тайвань не знаю будет ли доставка оттуда очень бы хотелось поскольку у меня сейчас на покраске партия и причем там получилась такая штука что до войны мне не дорезали немножко алюминия там сталь была порезана еще там что-то было порезан а вот алюминий не весь был порезан вот и я докинул те чертежи которые нужно было дорезать и перепутал папку и мне порезали то что у меня уже было потом они еще раз порезали те которые не хватает но уметь при получается много еще запасные запчастей для будущих корпусов и там slm 2 и чуть чуть детали slm 3 как раз те корпуса которые в принципе людям нравятся и для которых нужны вот эти вот ризеры типа b очень такой редкий шлейф редкий угол вот лихие такие делали и они планировали даже делать какую-то новую ревизию сейчас ну тогда в марте должна была появиться не знаю надо будет написать узнать что там них получилось не получилось возможно даже закажу там небольшую партию но мне как минимум нужно 10 штук на те корпуса которые у меня сейчас будут вот поэтому в этом плане нужно будет что-то поузнавать но узнают напишу в телеграмм чеки вы конечно подписывайтесь на телеграмм чеки вижу как народу подписываться подписывается пожалуйста подписывайтесь сейчас это будет основная соцсеть даже наверное не так будет она как instagram потому что люди то больше больше подписываться поэтому телеграмм чек будет номер один у меня по новостям туда вот велкам как говорится это что касается производства до все налаживается сейчас все прям начнем делать и не скажу что прям все модели но какие то точно будут например с x2 7 и 5 литра они уже тоже сейчас на покраске там по моему три штуки черных соты будут и это не предзаказа это то что просто вот она будет будет на продажу поэтому но наверняка вы сейчас если перейдете по ссылочке на сайт то там уже будет открыть предзаказ этих корпусов ну и первые три человечка которые сейчас оплатят их то они уже в скором будущем их получат вот ну а другие люди уже чуть придется подождать но я думаю даже мы сейчас будем быстрее делать чем до войны это у нас все было потому что теперь она все как-то ну не знаю так вот складывается еще одна из проблем того чтобы возобновить производство это конечно финансы потому что все эти три месяца они не прошли бесследно и какой-то запас денег который там был небольшой он практически весь иссяк да даже несмотря на то что можно было не платить налоги но их все равно будущем пришлось бы заплатить поэтому я платил можно было не платить проценты по кредитам и я все равно платил какие-то вот я конечно много чего попродавал вот из крупного это продался мой мотоцикл ну хотя там тоже такие деньги смешные были вот продалась какая-то мебель какие-то безделушки еще кое-что есть на продажу возможно вот на днях я продам еще свой компьютер но мотоцикл и компьютер это деньги пойдут на погашение одного из кредитов просто я хочу закрыть хотя бы что-то потому что куча кредитных карт вот которые когда-то брались под то чтобы производство как-то все развивать и развивать и вот накопились короче кредиты которые я после смерти жены уже так настойчиво хочу позакрывать вот поэтому буду закрывать если у вас есть возможность как-то поддержать материально то тоже реквизитики есть внизу буду очень очень прям вам признателен благодарен потому что сейчас вот у меня был долг кстати по резке металла 10000 гривен который теперь нужно платить плюс вот эти лишние детали которые я нарезал они как бы не пропадут там пару деталек всего ненужных вообще которые выкинуть пришлось а так практически все в будущем пойдет обратно таких корпуса но тоже как бы сейчас бы было бы неплохо эти там восемь с половиной тысяч заплатить что потому что но все-таки ребята сделали ребята оперативность вам буквально за два дня не все порезали вот и надо бы как бы заплатить за покраску тоже там часть я заплатил часть там около пяти тысяч висит плюс нужно будет эти разер шлейфы если их сейчас делают и отправлять в украину то заказать а это ну тоже там нужно будет партеечку заказать хотя бы это штук 20 это ударит там не знаю сколько они сейчас будут стоить но может быть даже с доставкой там 800 долларов доллар сейчас курс то тоже такой себе становится кто-то из вас возможно сейчас закажет какие-то корпуса сделать предзаказы и это тоже будет материальная поддержка благодаря которой я смогу остаться на плаву и дальше и дальше этим всем заниматься а не все это бросить и пойти допустим скажем на стройку очень мать хотелось на самом деле хотя я знаю что у меня получится постройки просто делать и тоже будет все хорошо но я бы хотел оставаться вот в этом деле в своем которое все-таки делаю так друзья что я могу сказать для вас конечно пролетела секундочка буквально для меня несколько дней и тот день мы все-таки арендовали отличнейший офис просто на мой взгляд 10 из 10 вот такое помещение сколько здесь 16 до квадратов 16 квадратиков есть отопление не жарко офис на третьем этаже в новом здании 16 квадратов площадь но в принципе для моих задач и его с головой вообще хватает у меня в харькове был но наверное примерно такой же только был более вытянутый знаете такой вагончиком здесь он более такой квадратная комната есть отопление на зиму так что можно оставаться и все это весь комплекс он охраняется и за это не нужно даже доплачивать причем стоимость аренды она оказалась еще и такой нормальной по сравнению с тем что мы видели когда ходили искали другие помещения были за такую же сумму были и гораздо худшие и без отопления и без охраны и в общем такое знаете без ничего были варианты и гораздо дороже раза два дороже и там тоже не было кстати охраны но они ближе были чуть-чуть к центру ну в общем то такое ну и конечно изюминка на торте это великолепнейший просто роскошнейший я даже сказал вид из окна на часть города и немножко так на гору лес в общем очень классно вот другие места где мы смотрели прям было все печально в окно прям смотреть не хотелось какие-то дворы там задние и в общем такой ужас гаражи какие-то здесь более-менее ну даже не более-менее вообще прям-то очень хорошо харькове у меня тоже ведь кстати так себе был там на какие-то промышленные здания и тоже я вам хочу сказать так офис он должен быть такой что было хотелось идти в него работать и тогда все будет получаться а если в офис так себе только для работы ты вынужден туда бежать только потому что нужно что-то сделать то но это такой поэтому я очень доволен и пока да буду здесь да и как говорил то сайт уже вот практически доделываю осталось там несколько штрихов также один подписчик пожертвовал денег на то чтобы купить премиум аккаунт поэтому скоро сайт будет работать я его чуть обновлю будет чуть более понятное описание всех моделей о том что туда можно поставить и видеокарты материнки вот я конечно понимаю что большинство из вас в теме в курсе и для вас типа там в описании корпуса написать mini itx мать и типа вы все сами поймете но есть люди которые не очень понимают не очень разбираются но хотят но хотят поэтому для таких людей в принципе я немножко так порасписывал в описании чтобы было более понятно все на этом собственно пока прощаюсь но но не совсем прощаюсь в общем телеграммчике там каждый день практически отчета выкладываю все всем пока